Традиционно перед началом учебного года в актовом зале 11-й школы собираются работники образовательных учреждений муниципалитета. Августовская конференция для них своего рода будильник перед 1 сентября. Помогает настроиться на рабочий лад. Каждый год волнительный, потому что новые впечатления, новые ученики, первоклассники радостные. 11-й класс, которые, когда приходят на 1 сентября на линейку, уже и грустно становится, что через год они покинут стены родного здания. Ну, очень соскучились по детям. Подобная конференция – это тот самый рубеж, с которого начинается учебный год. Поэтому здесь это мотивирующая составляющая, в первую очередь, наверное. Это встреча с коллегами из других учебных заведений, много знакомых, много друзей. Поэтому все уже настраивает это на рабочий лад. Как известно, учебный год начнется в очном режиме. Однако в условиях пандемии важной темой остается соблюдение правил безопасности в учебных учреждениях. Классы разделены, опять же, по потокам обучение идет. И каждый класс будет находиться в каждой своей отдельном кабинете, выделен для него. Это некоторые сложности, конечно, создает. Но для того, чтобы мы безболезненно и достаточно комфортно учились, это меры необходимости обязательны. А пока торжественное открытие конференции. Традиционно перед участниками прошел парад флагов образовательных организаций. Первым спикером стал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он рассказал, как в муниципалитете решается проблема нехватки школ и детских садов. За предыдущие пять лет мы построили в Подмосковье более 120 детских садов и 124 школы. За следующие пять лет у нас уже есть план. Мы построим 150 с лишним и школ, и школ, и садов. Также депутат отметил, важно не только строить новые, но и модернизировать уже работающие учебные заведения, чтобы ученики получали образование в современных и комфортных условиях. Эту тему продолжил и глава муниципалитета. На прошлой неделе заложили уже три школы. Еще три школы сейчас в стадии обсуждения. Это я не говорю про те школы, которые застройщики построят. Дарья Юрьевич поставил задачу за два года в корне изменить ситуацию с образованием. Это касается и общеобразовательных школ, и детских садиков. Конечно, мы должны нормализовать, чтобы никакой очереди в детских садах не было, чтобы в школах учились с комфортом. Обсудив планы на будущее, участники подвели итоги прошедшего учебного года, сдачу государственных экзаменов и положение школ в общем рейтинге. В этом году у нас положительная динамика числа стопальных результатов. 11 выпускников, которые сдали на ЕГЭ на 100 баллов – это, конечно же, особый повод для гордости не только школы, но и муниципалитета. Особенно хочу отметить Шамину Марию, выпускницу Видновской школы номер 9, которая на ЕГЭ по истории набрала 100 баллов и стала одной из 366 стопальников по России. 1 сентября – праздник не только первоклассников. Среди 100 участников конференции присутствовали 23 молодых специалиста, для которых начало учебного года станет не менее волнительным. В общении с детьми у меня нет страха. А вот с родителями, так как родители очень переживают, что я молодой специалист, у меня нет опыта, нет своих детей, у меня мало лет, они очень переживают и как-то скептически относятся ко мне. А насчет своего профессионализма я не сомневаюсь. После каждого выступления проходило традиционное награждение. Вручали благодарность от Министерства образования, главы муниципалитета и депутатов. Особой грамотой была отмечена трудовая династия Путятиных-Маликовых из школы совхоза имени Ленина. Знак Московской областной думы за верность Подмосковью торжественно вручили директору Видновской гимназии Татьяне Анашкиной. Уже много лет на конференции дарят и сертификаты на получение квартир. В этом году их вручили семи работникам учебных заведений. Александра Стрерова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.